приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самых топовых каналов youtube и в дзене telegram вконтакте вокруг крыма везде ребят плохие печальные новости то что youtube реально уже все по ходу ему пришел крышка вчера заблокировали канал парламента российского до дума тв парламента то есть это государственный канал российской федерации по ходу будет ответочка жесткая и youtube по ходу придется попрощаться с российскими блогерами со всеми или блогерам подписывайтесь на нас везде контакт telegram яндекс дзен потому что мы вам будем показывать все как обычно крым все места и сегодня мы с вами приехали вы самый высоко расположенный над уровнем моря город крыму старый крым нетипичный город потому что здесь нет моря но мы вам будем показывать как живут небольшие города крыма вне сезон и что здесь можно посмотреть ребят нас на данный момент мы с вами находимся 330 метров над уровнем моря если вам видно вот так вот 340 метров 340 метров от уровня моря это самый высокий город крыму и это мы не нас трассе находимся не повыше мы находимся здесь в центре возле рынка хотим показать кто может быть был в старом крыму что да что здесь кстати новая площадка какая-то и это из той рубрики из той рубрики при украине такого не было вот сейчас это смотрите реально хорошая площадка качели прям мощных покрытие мягкое чтобы детки не себя не повредили смотрите он барабаны дети гуляют всем нравится все кайфуют супер хочу порекомендовать еще раз просто напомнить не игнорируйте не игнорируйте наши призывы подписываться на яндекс дзен в телеграм-канал ссылочки будут все в описании в закрепленном комментарии потому что потеряете и все и не будете знать где в крыму отдохнуть где сэкономить деньги куда сходить что посмотреть междугороднее такси по крыму только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку крыма самые доступные цены и хорошие автомобили запланировали отдых в крыму не забудьте сразу заказать трансфер мы на связи 24 на 7 вайбер вот сап telegram с нами надежно и комфортно население этого небольшого крымского городка составляет почти 10 тысяч смотрите здесь вот такой сквер памятник ленину и мы с вами сразу прогуляемся на местный базар рынок если он еще конечно открыт 12 дня уже может конечно там все распродали и уехали еще воскресенье да и воскресенье по субботу да и кстати хочу вам сказать что некоторые из судака приезжают старый крым скупиться в том плане что здесь есть и мебельные магазины и рынок мясо купить свежего можно говядина самса кстати здесь практически на каждом углу те кто спрашивал где отведать вкусной крымской настоящий самцы старом крыму вы ее найдете сто процентов кстати возможно мы тоже попадем на самцу возможно и покажем вам это место где мы реально берем старом крыму одного там мужчины там но цель нашего сегодняшнего приезда в старый крым это персиковые сады которые мы надеемся уже расцвели зацвели проедемся туда тоже покажем но для начала небольшой обзор этого маленького города никогда не снимали здесь ничего очень часто бываем кстати или проездом или заезжаем в какие-либо магазины но вам не показывали никогда но мы знаем что вам интересен любой крым как и города у моря так и что-то такое небо это такой транзитный городок вот он хоть и не менее 10 тысяч населения у него но он считается городом и он расположен на трассе которая связывает феодосию грушевку вот сюда симферополь это старая трасса не таврида новая старая но вы наверное те кто на машине в крым очень часто приезжали до того как построили трассу тавриду видели этот город проезжали может даже останавливали здесь сразу видим овощную лавку и что-то почему-то мне кажется знаете такой стереотип у людей кто живет при ближайших городах во втором крыму ниже цена то почему тогда правда неправда по двести мандрины посту 7 это турецкий мандарин у вас огурцы 145 я понял они как посидят на рынок пойдем это моченые арбузы да вот моченые арбузы кто спрашивал такую цену 60 рублей кто спрашивал моченые арбузы в старом крыму больше я их нигде не видел да кстати что то давали породисты прям какие-то необычные видишь с этим пирожками у его чат в глаз у него клюва нет они вообще такие необычные ребят кто занимается коллекцией голубями голубей голубей кто разводит голубей да вон я не знаю есть у вас такие голуби или нет напишите в комментариях у нас есть 300 так лепешки это не корейские вкусняшки да картошка это немало это обычная по 60 это немало нет это обычная картошка яйца в какую цену на 85 яйца сыры всевозможные цены кстати 475 за килограмм и продукция где посмотреть нету сахар 85 можно мешок купить около 85 килограмм руки не серьезно дефицита нет да но это хорошо вокруг крыма где-туда скажите цены просто мы цены мониторим откуда от скольки до скольки что баранина говядина говядина 500 и выше а вот смотрите вот стейки я смотрю вот у вас что-то вот этот под стейк пойдет да вот это это вроде бы нет не обращая шея 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 вот ребрышки 450 килограмм подсолнечное масло вот жители европейских стран смотрите и завидуйте подсолнечное масло вот и никто его не берет литров 650 рублей почему обычная 155 можно купить муку 10 килограмм 5 килограмм 250 рублей 200 взять и сахар можно взять даже 5 килограмм уже не говорят что у нас голод 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 по 80 рублей сахар 80 до нее там и он есть его вот столько которые там в россии за сахар дерутся на материке приезжайте сахара полно мед здесь всевозможные овощей очень много из абсолютно разные цены а помидорки черри в какую цель у вас у нас 460 это сто процентов знаю да это я сто процентов знаю что такая цена на 100 рублей уже дешевле редиска по 60 рублей на рыночные дни скуплят здесь домашний сыр сметана брынза да яйца наверно домашний творожок от дворок какую цену уже хотел спросить по чем творогу килограмм 200 рублей килограмм а яйца домашние домашние желтые на таблетках выращены это блин . твоя ваша да на каком молоке хозяйка на цель в козе корове во второе вкусное да и молоко продаете почему литр 70 рублей 70 до но это нормально машина вообще до хлеба 26 покажи вот 26 рублей пол литра сметаны 200 рублей домашняя своя то есть вы все делаете сами вот видите домашние продукты у вас в городах в этих каменных джунглях такого нет здесь полно смотрите старом кому даже есть местные домашние лимоны смотрите один в один красивые какие даже пахнет не такие как в магазине привезенные за граничных берегов заморский лограмм 400 и 450 настоящий крымский целебный лимон а здесь картошка вообще под 35 по 50 по 22 это есть ну по 22 это на рассаду ну вот и вот вот здесь я тебе покажу когда будет молодая жизнь не на немецкая крымская будет в мае рыбка здесь скумбрия 350 корюшка так что у него очень страшная голова такой брат не цены наши помнишь нет я не помню на ставридка 325 смотрите здесь можно даже и кролика купить кого-нибудь пожалуйста а в какой цену кроек 2 тысячи самый дорогой так подождите его уже на мясо можно или что зачем ты говоришь но мы продаем на племя конечно лучше купить уже на мясо дешевле ужас я не могу это слушать на мясо ты тоже кролички большие поменьше так не туда пошла и все да и животных нет больше женя говорит еще и животных на этом рынке продают пока только кроликов видели один поросята здесь я хочу прощать уже нет и котята и котята тоже продает лук 45 но немножко дешевле чем судаке конечно даже не немножко давай пойдем туда уже вглубь рынка там уже дальше идет рассада животных мало животных мало потому что мы поздно приехали они здесь обычно рано утром здесь и поросята там и куры и утки и все тут копченая рыбка корма по 150 здесь уже тоже овощные ряды очень много овощных ряды картошка в среднем 65 55 помидоры вот по 190 красивая а ты не обратила внимание этот рынок дешевле чем ялтинский ну конечно вот надо чтобы в ялте были такие же цены как в старом крыму ялте такие такие же цены не смешно гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля ну в общем то как-то наполовину рынок на боках голубей открыт потому что сегодня воскресенье надо приезжать субботу с самого утра и здесь уже конечно будет все от того утра здесь вообще все открыто все открыто взял домашних яиц и лепешку буду пить яйца я очень люблю домашние яйца пить сырые хлеба да я конечно так никогда не делаю а евгений прям любитель того и домашние сырые яйца лепеха это так вкусно очень теперь немножко с машины уже покажу вам их их центральную улице на улица ленина наверное в многих городах поселках это самая главная улица которая называется ленина а здесь тоже магазинчики аптеки пропускаем людей обязательно магазинчики аптеки всякие услуги всякие вот ювелирные мастерские ювелирные магазины быстрые деньги рыбка все как они нет и молодежный центр какой-то где-то не столовку когда-то видел англии вроде бы вообще дешманскую дешманскую мясо пуд магазина дома путин обязательно молодчины тут есть даже хмель и солод как у нас магазин и солод там где кстати вы спрашивали где мы брали сэфера красную рыбку которая сушеная и вот в этом магазине у нас здесь вот полная распродажа детский магазин в общем то вот по всей этой улице идут магазины салоны красоты и конторы нотариальные по документам здесь где-то есть мфц если я не ошибаюсь в общем то вот такая вот картинка и здесь мы сейчас движемся к там парк какой-то не до его недавно вроде как отреставрировали мимо проезжали но да но не заходили в него с вами пойдем погуляем туда горсад прям официальное название этого парка здесь вот такая тоже фото зона ты я старый крым старый крым это мы же не горит не типично то у всех айла авто и лав феодосия и лав судак вот так вот необычненько ну здесь такой сквер еще осталась новогодняя инсталляция кировскому здесь фотографии жизнь наверное города местной администрации а здесь заведение которое сейчас не работает а сейчас месяц рамадан вот и поэтому они не работают там площадка футбольная а понятно режим работы другой вот сейчас да у мусульман идет пост большой из 19 до 4 утра только работают когда солнце уже садится также там для детей целый корабль детская площадка а после полазин там тебя-то никто не пусть даже написано бесплатно вай-фай хочу проверить лавочек много и здесь камень он так огорожен возможно это фонтан да это фонтан сейчас он естественно не функционирует такая скамейка примирения как феодосии только там она не настолько разукрашена да здесь прям такие яркие надписи любите и будьте любимы скамья примирения такое вот местечко фонариками такими мелкими лампочками вечером наверное приходят сюда влюбленные пары которые посудились и мирятся здесь посмотрелись нету следов следов вот с мягким покрытием такая вот для детей зона развлекательная большой-большой корабль сцена вот чуть пониже так понимаю в летнее время наверное здесь что-то проходит какие-то мероприятия может быть день города проводят что очень похоже на сцену это место а здесь я так понимаю отдельное такое как бы место для самых маленьких тут дорожные знаки тоже такие миниатюрные лавочки фонари что-то мне кажется здесь что-то для детей для маленьких проводит светофор такой знак возможно мы сюда со школы приходят на каких-то уроках и там правила дорожного движения может как-то улучшит еще что-то такое тоже как поле круглая не знаю для чего предназначена ничего не написано что это и для чего но малыши там просто играют с мячом всевозможные игры там также есть лавочки и тоже мягкое покрытие как ты думаешь для чего предназначена это поле круглое для чего она как думаешь нигде ничего не написано вот плохо что да что то не пишут таблички как я я показывала вам в евпатории там вот куда не подойди там везде стоят таблички с qr-кодом захотел отсканировал прочитал для чего почему когда было построено это же как бы стоит небольших затрат что не должно быть происходить типа 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 каток какой-то понятно и очень много пчел и и здесь вот тоже небольшие такие тренажер чеки для самых маленьких вот видите мягкая до тренажерки велосипед это маленькая не садись это для детей не маленькая вот трасса которая ведет тут феодосии до судака до кружевки то есть получается это уже въезд старый крым можно увидеть и данные вы едете тут заправки а вот он и едем 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 почти золотого до салхат это здесь такой большой торговый центр по местным меркам оптовая база там кстати есть там еще гостиница если не ошибаюсь банкетный зал в этом да не находится но нам надо немножко пораньше где-то смотрим да направо внимательно внимательно первые как не первые чуть повыше же я уже тоже ничего не помню нет здесь самса которому не побывали здесь тоже есть лари очки с ней но нам надо немножко повыше там вот стоит вывеска черная написано на черном фоне желтыми буквами самса нам надо вот туда место очень неприметное и возможно сегодня он открыт 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 на мальчик вот вы увидите и дедушка здесь сам уже очень много лет готовит самсун но она вкусно сейчас пойдем с вами побывать смотрите вот тандыр настоящий и вот прям с пылу жару самса не остро игру а можно я так вот чуть-чуть покажу чтобы наши зрители видели что вас настоящее просто тандыр ака а что это как называется скажите фрун это фрун называется видите я думал тандыр но самса тандыр на или как-то получается а понял смотрите 130 рублей смотрите вот такая вот горячий горячая сейчас она чуть подостынет огромная вот так вот она жарится прям ее на стену прилепливают видели я вам показал уже вот так вот жарится и здесь она реально вот здесь мы пробовали самое вкусное так мы вот узнали упала чем отличается фрун от тандыра тем что он гораздо жарче жарче температура у него больше говорит что отличается готовится лучшие вкусовые качества говорит намного лучше чем тандыра но значит он прав раздали одну самцу потому что я говядину особо не ем но укусить уже не укушу смотри в этом начинке то видно я думаю видно в камеру очень много а запах работает каждый день кроме пятницы в выходной на этой точке у мясо лук запах сочно сочно очень вкусно так что кого еще интересует где классная самса по дороге в судак если будете ехать по трассе судак грушевка через старый крым вот саженцы большая как бы реклама саженцы там кафель шмафель и вот радужи за саженцами вот сочная самса ну что теперь цель нашей сегодняшней поездки в старый крым это персиковые сады я почему-то думала что они здесь вот дальше дженера и чуть дальше слева дальше здесь виноградники да похоже это получается мы сейчас выйдем прямо ты старого крыма какое-то село будет вот это не пермамайтка там еще будет другое на основке написано водохранилище что мы не можем найти персиковые сады вон они подальше походу я не вижу что это изюмовка изюмовка они там подальше подальше вроде бы как дороги подальше так вдоль дороги короче ничего здесь не цветет надо у местных но температура смотрите сейчас если будет видно вам 20 градусов тепла почти без 22 по времени вот это что за сады это не персики а что виноград или что ну что-то под новодобие вина да это виноград виноградная лоза ну там одно пышное дерево 2 3 но это не сад вот сейчас будет слева вон они да стоят они не цветут они цветут но это не сад в таком понимании как ну вон там несколько деревьев это не полноценный сад это не то вон они вон они вон там я вижу они не полноценно цветут мы нашли но как бы да очень бледненькие они вообще несколько дней еще надо мы лучше съездим через недельку в такое классное место где очень много персиковых садов нигде они цветут просто аж загляденье загляденье теперь заезжаем мы уже на дорогу как ехать к монастырю Сурбхач то есть трассы мы свернули но мы ехали в сторону судака повернули налево если вы будете ехать от судака то направо указатель будет на Сурбхач и здесь асфальтная дорога прям до самого практически монастыря указатели также есть вот вы не ошибетесь попадете правильно по главной просто ехать по асфальтированной дороге вот так вот видите это старый Крым где частный сектор здесь есть разные домики совсем они все буквально разные кто папа какой побогаче какой победе кого нарциссы растут весна одним словом сегодня прям максимально жарко 23 градуса на улице 23 градуса это как так можно вообще жить я вообще не знаю там видно в камеру что 23 градуса жесть просто жесть вот такой вот ребятушки роднулькины там кто-то в телеграме пишет что ему не нравится слово роднулькины ну что я могу сказать не нравится не нравится не слушайте большинство у нас демократия да на канале мы можем голосованием провести наш с вами референдум и выявить кому нравится роднулькины кому не нравится это выражение смотрите мы сейчас с вами будем влезать в лес я надеюсь мы сейчас увидим какие-то подснежники или грибы или какие-то цветы там о какие-то желтые вам были так я не разгоняюсь все тихо вон они еще какие-то даже надо ехать в лес уже в чашу а что это цветы желтенькие целая поляна видела вон их а обязательно так кричать ха-ха-ха-ха ты знаешь как я так делаю ха-ха-ха-ха смотрите мы сейчас едем в горы а мы друзьями едем в горы в горы в горы в горы сюда на пикник приезжают тоже машины да вон очень много машин стоит на пикник кафе здесь армянская кухня по-моему да мы с тобой посещали его да армянская кухня ели долму ну не могу сказать что я осталась в восторге я не был восторга мы ее не доели да что-то с ней было не так да кислая какая-то смотрите здесь абрикосовые деревья походу цветы мы на обратном пути походу их больше нет нужно подняться еще повыше лес сейчас такой вот видите не совсем красивый уже в мае на маевку уже будет красота а сейчас пока что серость вот такая в плане листвы зелени не хватает осень вот здесь когда золотая осень когда вот май вот и лоночка правильно говорит когда май вот молодая весна да то есть когда листва только набрала свой цвет зеленый яркость смотрите вот кафе справа тут их два должно быть тут их два да тут вот в этом мы не были здесь написано знаете что восточноевропейская кухня вот здесь на территории сюда мы не заезжали а были вот там который повыше вот здесь вот так идем вот тут Женя говорит целые плантации ну такое себе как обычно мы естественно название не знаем цветочков желтые цветы есть фиолетовые вот вот такие смотрите ну не сильно много не сказать что прям усеяно так реденько подснежников здесь нет вот смотри здесь другие цветы поздравляю вот это уже смотрите сколько их вот я их видел пишите название как они называются эти цветочки поближе можно показать даже и вот такие еще цветочки здесь растут название тоже естественно мы не знаем потому что мы к сожалению к сожалению не ботаники нет потому что я монтирую видеоролики женя вместо того чтобы что-то читать и изучать просто деградирует в интернете как ты говоришь просто с этого места именно открывается неплохой такой вид на часть старого крыма но это опять-таки не весь старый крыма ты только вот выезда а там еще часть продолжается очень много домов центр он и на первый взгляд маленький людей здесь сегодня возле монастыря очень много машин много прям припарковаться было негде искали место непривычно конечно популярно это не да но мы всегда приезжали и так прям много людей не было я тоже не помню даже летом как-то привозил туристов сюда тоже ну выходной день воскресный отличная погода почему бы не погулять особенно потому что-то появилось современное этого не было какая-то ход постройка этого не было он не было а этот санузел мужской и женский до здесь информационный стенд сейчас вам покажу и вы уже на стоп поставите посмотрите территорию монастыря здесь сама церковь корпус кельи трапезная гостиница для паломников сад с источниками и фонтанами заходим вовнутрь на во дворик перед церковью и здесь вот нанесу такой как музей тоже вам уже показывали мы повторение мать учения птица ой здесь так прохладненько там хорошо после улицы прески смотрите связь изображение монастыря раскопки с денежку оставляют и вот такой вот макет обители наверное какой она была далекие-далекие времена то что сейчас конечно же видоизменен фасад и вообще в принципе здесь тоже фрагменты керамики в общем-то заезжайте сюда если будете в старом кроме обязательно это место тоже однозначно надо посетить бесплатно сюда естественно вход можно пойти монастырь сам храм можно зайти поставить свечи помолиться и здесь вот посмотреть такой мини музей так а здесь трапезная действующая она или нет я вам не подскажу но то что это помещение служила для трапезной те времена это сто процентов вот каждый раз мы сюда можно спокойно зайти и посмотреть вот такую огромнейшую огромнейшую печь просто необъятных размеров возможно по праздникам здесь и собираются монахи и приезжие может быть паломники нет не мои тоже смотрите какая огромнейшая печка такое вот интересное место я вам просто рекомендую посетить по компасу этот монастырь расположен ровно 500 метров над уровнем моря 500 метров то есть здесь соответственно очень чистый воздух природа хорошая не пыльная да не загазована не загазована пленая на на фоне пения птичек красота а здесь вот как мы можем с вами заметить наверное тоже были кельи да похожи очень похожи на здесь жили монахи на ты сейчас вот так вот здесь просто разрушена вот на второй этаж вот здесь шел такое наверное как его скажу проход по лестнице этаж коридор коридорчик с балконами наверное да что быстро да возможно укрепление возможно не мостик а как бы коридор этаж да и балкон из него наверно соответственно вот здесь монахи жили работали трудились монахи сейчас есть но естественно они не тут живут а в другом когда тогда спрашивал не помню года два назад вроде бы 6 или 7 человеками на монахов обязательно сюда приезжайте с экскурсия можно без экскурсии но лучше с экскурсия это место надо постить каждого чтобы узнать историю да подряд я здесь вижу здесь вот смотри здесь скорее всего какая-то дверь прям было или печь или но что-то вот было вот идет полукруги арка какая-то или окно может было или окном возможно было вот дверь вот это может но не знаю что то было однозначно так вот выглядит территория остальная территория монастыря вон там вот трапезная от монастыря там можно кофе купить но я как-то там кофе покупал что еще там продается я вот не помню обратно отсюда так хочу сразу заметить я знаю он кому показывала нет вот этот вот родник источник да он символизирует о том а когда он полноводный что никакая засуха не грозит предыдущие года они здесь эти фонтаны родники вообще этот был вроде бы вообще пересолку я же самый нижний работал сейчас мы с вами дойдем дальше там еще есть то есть это говорит о том что вода есть я вам уже сказал повторюсь хоть у ломками ругается на меня когда я повторяюсь говорит все говорит с первого раза ну я немножечко повторюсь своего рода такой индикатор о том что в крыму с водой все хорошо скоро все эти деревни здесь укроются зеленый наряд зеленые так у насчет какие-то первого цвета так вот здесь тоже так 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 правило там второе где-то еще третьего здесь внизу наверно да вот сейчас мы с вами подходим ко второму роднику тоже воды достаточно вода прям течет это неплохим напором и надо обязательно попить здесь водички что вода здесь просто шикарно люди приезжают с бутылками набирают ребят классная вода и очень вкусно раз баклажками с огромными приезжают людей набираем цветов здесь конечно вообще очень много куда не посмотришь везде цветы растут и вот здесь видите вот все течет там воды очень много очень все водная блокада крыма закончена навсегда очень много было осадков в этом году зимой снега много дождей было много из-за этого без очень много воды сейчас родники подземной реки наполняются все родники восстанавливают свою жизнедеятельность точке как птички пойдет красиво 1 цвета веке опять везде цветочки вот здесь целая прям полянка желтых цветочков до его сделали такой цивильный туалет здесь прямо трубы все тут а если я не ошибаюсь здесь был такой себе сомнительного сомнительно такой хороший сделано мужской женский прям по феншую все молодцы и молодцы потому что больше людей стало приезжать монстре у монастыря начали появляться финансовые возможности и они в любом случае свою территорию всю облагораживают то есть так все везде происходит правильно то есть вы приходите вот ночью свечечки там поставили тоже денежку положили дети все потихоньку приходят это экскурсию заказываю так далее и тому подобное так что не стесняйтесь если вы хотите пожертвовать на храм ну все друзья роднулькины на этой доброй ноте заканчиваем наш видеоролик надеюсь вам понравился вы его поддержите лайком не понравился ставьте дизлайк пожалуйста не игнорируйте наше сообщение по поводу то что youtube прекратит свою деятельность на территории россии однозначно уже идет к этому тому что со дня на день он прекратит работу подписывайтесь на наш телеграм-канал яндекс вконтакте тем более у нас вконтакте проходит вот такой вот крутой розыгрыш но это пока прошел скоро мы в youtube не сможем публиковать будем публиковать просто тупо в дзен и все дзен так что он показали вам немножко старого крыма надеемся вам понравилась наша сегодняшняя прогулка небольшая конечно но все же но все же мы потратили очень много энергии калорий и получили массу удовольствия и надеюсь вам передали их следующий ролик друзья будет еще круче оставайтесь с нами везде на связи и будет все топ все давайте друзья до скорой встречи пока пока